и так ну что ж ария рума и маленькие любители покушать и безумно сложных и логических схем у микрофона как всегда ваш покорный слугам амору и это великолепная сборочка факторио сману красави 2 и space exploration за кадром как я люблю об этом говорить и всегда об этом говорю произошли кое-какие глобальные во всех смыслах изменения для начала конечно же я здесь как и говорил организую производство пилон подстанции хотя бы в таком маломальском режиме пусть они хотя бы так производятся и меня более-менее это будет устраивать здесь производится же дополнительно поры лэп который я начал использовать и только сейчас я понял всю истину их ценность меня уже порядком задолбало то что порой вся база начинает саморазрушение и как мне кажется я нашел маломальский способ выхода из этой ситуации разрушение происходит потому что по большей части доставочные пушки начинают в какой-то момент из-за какого-либо сбоя беспорядочно стрелять и соответственно они начинают переполнять ячейки которые нацелены и чтобы такого не происходило я все доставочные пушки подсоединил в отдельную энергосеть в качестве примера я хочу показать как работает вот эта система доставочных пушек сейчас я могу включать и выключать по выключению питания допустим сейчас я выключил все доставочные пушки но при этом должны сигналы ресиверы остаться работать но пока они не работают естественно по одной причине что я не до конца эту систему достроил но это потом я доисправлю так как здесь все доставочные пушки получается выключены работает только Сравнивающие комбинаторы благодаря дополнительным опорам ЛЭП Которые независимо от всей этой энергии системы Которые подключены доставочным пушкам работают То есть получается вот эта средняя опора ЛЭП Подключена к вот этой подстанции А вот эта дополнительная опора ЛЭП напрямую к основной подстанции И таким образом, когда энергия в аккумуляторах Достигает критических значений Критическими значениями я посчитал 50 То вот эта вся система резко обрывается Работает только логика И как мне кажется, именно таким способом Мне удастся предотвратить несанкционированное саморазрушение базы Такой тип подстанции я начал не только здесь Но и во всех других системах доставочной пушки Это достаточно долгий процесс видоизменения Но я постепенно этим занимаюсь И постепенно я к этому, надеюсь, приду когда-нибудь Например, когда вот этих маленьких пилонов подстанции У меня будет достаточное количество Сегодня же, как я и планировал, передо мной стоит достаточно тривиальная задача Продолжить исследование и изучение Я уже примерно рассчитал и распланировал Что нас ждет в этой серии И потихонечку, надеюсь, у нас получится достигнуть Энергетических исследовательных пакетов третьего уровня Сначала потребуется достаточно большое количество генераторов плазмы А они требуют большого количества электроэнергии И большого количества пространств Но вроде как пространство нам позволяет И я надеюсь, что сейчас потихонечку Мы будем эти все масштабы увеличивать Я уже подготовился немножечко Сделал здесь дополнительную космическую фабрику Для производства этих пакетов тестировочных материалов Которые рано или поздно здесь все равно потребуются Даже сюда вывел уже химический гель Ведь все это здесь потребуется в любом случае Ну а сейчас я пойду делать эти генераторы плазмы И, ребят, вот вы не представляете Какой же кайф все-таки на самом деле Вот эти пилоны под станции Которые теперь я могу производить Ведь это тот самый пилон, который я так давно себе хотел Он охватывает вот такую вот территорию вокруг себя И это просто чудо чудесное На самом деле я влюбился в эту штуку сразу же Как только она мне досталась Мне буквально несколько штук таких вот пилонов нужно Чтобы обеспечить вот такую большую территорию Всю электроэнергией Это просто чума какая-то на самом деле Я безмерно этому рад Они достаточно дорогие, конечно же Но пока я не вижу проблем с их производством Все для того, чтобы они производились у меня уже имеется Так что я надеюсь проблем с этим опять-таки не возникнет И вот у нас следующее включение Я специально засекал время Буквально за 12 часов мне удалось построить всю эту схему Не то чтобы я ее только строил Мне пришлось здесь очень много отладочных процессов проводить Но давайте обо всем по порядку Для начала у меня здесь есть система Которая доставляет камень, литий и редкие металлы Это все идет, во-первых, плазму мне производят И три типа жидкости То есть розовенькую, зелененькую и синенькую Вот они у меня, все три типа жидкости Производятся в ускорителях частиц Я не стал дополнительные модули здесь использовать Возможно потом я буду использовать здесь модули типа энергосбережения Поскольку ускорить через частиц на моей памяти очень много жрут электроэнергии И как-то дополнительно ускорять посредством пожирания дополнительной электроэнергии Мне очень сильно не хочется Так вот, эти три типа жидкости здесь складируются Система достаточно простая и нетривиальная Здесь вообще заморачиваться не стоило Стоило заморачиваться гораздо позже Здесь небольшая система дополнительного охлаждения Очень много интересных моментов находится, конечно же, вот в этой системе Здесь, получается, белые карты памяти поступают Здесь находится переохлажденная жидкость при 273 градусах И в обратку идет, получается, обычная терможидкость А все трубки жидкостные происходят перпендикулярно системам охлаждения И если все три типа жидкости подводятся И в коллайдерах частиц это все воспроизводится Сейчас я вижу, что тут небольшая такая система спутанная с жидкостями происходит Но, если честно, у меня желания разбираться как-то с этим особо нет Запись этого ролика я потратил целый день безвылазно, сидя за компом Если честно, разбираться дальше как-то с этой системой особо нет на данном этапе Может быть, когда следующая запись ролика будет, то обязательно я с этим займусь Дальше, получается, все типы данных, которые мы здесь получаем Вот здесь вот успешно складируются Следующий тип данных, который нужно было производить для лучшего эффекта Это данные о сверхпроводимости Так как для этих данных требуются гальминитовые провода И учитывая то, что гальминитовые провода требуются в дальнейшем Мною было принято решение их производства выделить отдельную ячейку Их требуется какое-то колоссальное количество В связи с чем вот здесь вот дополнительное производство было размещено Исходящее за границы квадрата Но в этом я не вижу ничего страшного Гальминитовые провода таким образом идут сначала вот сюда вот И тем самым производятся данные об исследованиях А также идут на производство гальминитовых соленоидов Которые нужны в последнем этапе производства И как я вижу соленоиды потихоньку должны начинать идти Хотя бы в маломальских масштабах Большее количество коллайдеров чистить я не могу здесь разместить Поскольку для этого мне нужно слетать на базу За дополнительными аккумуляторами, которые необходимы для их производства В итоге смешивая все эти типы данных, которые здесь имеются Я могу производить эти энергетические исследовательские пакеты Здесь также требуются важные данные Но как я уже говорил, с их производством мы будем дальше разбираться Пока что не до них И вот таким вот успешным образом мне в принципе хватает всех ресурсов Для начинания производства И потихоньку таким образом вот эти вот все системы могут запускаться Как ни странно, самая большая здесь проблема Это нехватка моего гальминита, который здесь нужен В больших масштабах, в связи с чем Мне пришлось увеличить производство хлорида гальминя Здесь на планете вулканов И также производство хлорида гальминя Который потихонечку, но складируется Как вы видите, схема немножечко видоизменилась Но кардинально ничего не поменялось Как в обратку шло, так и обратно уйдет Просто здесь появились небольшие буферы И система по дополнительному складированию Главное, чтобы анион-ионных шариков теперь хватало всполна Настолько большая здесь в принципе база получилась По производству всего этого безобразия Что воды даже здесь складируется чрезмерно много И мне приходится потихонечку ее сжигать в пакельных трубах Но к сожалению с этим ничего не сделаешь Ведь как-то в дальнейшем использовать или где-то еще ее использовать Я пока что не могу И мне в принципе на этой базе хватает всей воды Которую я здесь и использую Примерно так вот записывалась эта серия К сожалению процесс всего строительства был упущен Здесь по большей части были мои матершинные слова и мысли Которых у меня было слегкой Даже я решил не молочиться И нашел у меня проблему Опять здесь были исследовательские сервера Близко расположены Из-за чего проблемы как раз с жидкостными трубами были Но вроде как я разобрался И потихонечку система начинает работу и все необходимые коллайдеры и сервера охлаждаться Я надеюсь хотя бы парочки дождаться И вот да 48 уже энергетических исследовательских пакетов третьего уровня Здесь располагаются Я могу тем самым начинать новые уже исследования Наконец-то И я безусловно конечно же этому очень сильно рад За кадром как всегда мне предстоит колоссальная работа как минимум по достройке всех необходимых центров электромагнетизма И для того чтобы перейти к энергетическим каталогам четвертого уровня Мне нужно сначала изучить еще и суперкомпьютеры Но это не такая уж сильная проблема Так, надо посмотреть Для того чтобы создать эти расширенные энергетические каталоги четвертого уровня Жесть какая-то требуется Звездные зонды Я не знаю пока зачем это мне нужно И если я все правильно понимаю Мне потребуется здесь Организовывать небольшую систему по запуску ракет Вместе со спутником Точнее со звездным зондом Чтобы он не возвращал важные данные звездного зонда А для этого мне придется создать снова соленоиды Снова блоки управления ракеты И кучу-кучу всего еще Ну из этого самое сложное только блоки управления ракетой На самом деле остальное вроде как можно наверстать и сделать Что касается данных о магнитных полях и остальных данных В принципе все это уже давным-давно сделано Я думаю проблем с этим вообще никаких не возникнет Соответственно да Я был прав Звездный зон нужен для того чтобы создать энергетически расширенные каталоги И для того чтобы создать четвертого уровня открытия Но пока насколько важны эти самые открытия я не знаю Например для того чтобы создать проектор щита Они в любом случае понадобятся А также понадобятся по сути все остальные исследования первого уровня Грубо говоря энергетические исследовательские пакеты Самое важное как я погляжу в моде Space Exploration Здесь нам предстоит еще кучу-кучу всего интересного и нужного создавать Надеюсь следующая серия окажется менее выматываемая чем эта Но к сожалению даже я не знаю что именно там будет Пишите что думаете о таком формате серии Мне очень важны ваши отзывы и то что вы думаете об этом Нужно ли мне с вами вместе строить постоянно делать мне какие-то ошибки Потому что они неизбежны в плане съемок видео И исправления этих ошибок Или же вам интересен сам результат Любое мнение будет конечно же очень важно И безусловно будет приветствоваться Ну а пока на такой прекрасной носе я буду потихонечку заканчивать Всем спасибо что смотрели У микрофона был как всегда ваш покорный слугам Амору И это великолепная игрушечка Факторио Всем удачи, всем пока Пока-пока